Всем привет, с вами снова Эва, и мы продолжаем играть во что? Да-да-да, варенгейм. Мы остановились на том, что Карла пришла в полицейский участок пострелять, и нашла... Сержант Митчелл? Да. Сержант Митчелл. Я следователь Карла Валенти. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов касательно одного из моих дел? Девушка, я над расследованием, уже давно не работаю. Грубьян какой. Смогу чем-то помочь. Сможешь, сможешь. Это касается старого дела, но мне нужно узнать о нём побольше. Дело Керстена. Это потому, что вы не нашли файл, да? Да, правильно. Такой вам все, грубьян, а? Тут есть пистолет поблизости? Возьми хреначную мне пушку. Правильно, давай, давай. Пистолет, нет, очки нам не нужны, очками большой урон нанесёшь. Хотя, ладно. Так, если что-нибудь она сейчас с варкой будет работать. Ни разу не была, кстати, с такими... Пистолет прямо перед вами. Вперёд. Вперёд, ишь какой. Сейчас я тебя ещё обделаю тут, понял? Засранец. Узнаю, что такое женская мощь. Окей. Есть. Есть. Так, этого нельзя убивать. Есть. Какая же у меня очистительная мышка, господи. Фига себе, она быстро перезаряжается. Вот бы так. В бордерлендс перезаряжаться. Там же, блин, пока перезарядишься, 25 раз уже пристрелят. И, кстати, по стрельбе я тут что-то вспомнила. Недавно просто играла в Battlefield 3. Вы знаете, меня игрушка, конечно, впечатлила. Крут, там спецэффекты и всё такое. На истребители прямо в море можно упасть. Но дело в том, что я не понимаю, где враги, где наши, по кому нужно стрелять, по кому не нужно. Враги не подсвечиваются, как это происходит в Counter-Strike, например. Или, как, например, в Left 4 Dead, не на реализме, а на обычных уровнях. Там же видно, в кого стрелять, они хоть как-то выделяются. А здесь бежит человек, не бежит, хрен поймешь. И я дико сливалась, чувствовала себя невозможным нубом, забила на это затею и, естественно, перестала играть. Хотя надо бы ещё раз попрактиковаться, потому что Battlefield 4 скоро выйдет. Блин, долго мы так будем, интересно, или нет? Ах, не успела или успела? Не поняла, нет, нет, не успела. Так. Ну, блин, мне так уже надоедает, давайте быстрее. В том же, кстати, Left 4 Dead я знаю, когда играешь в тир. Да, кстати, можно играть в тир, кто не знал, на карте Мрачный Карнавал. Играешь в тир, когда хочешь спасти гномика Чомски. Там тоже бегают какие-то зомбари, по ним нужно стрелять, получать какие-то дополнительные бонусы. Если ты выигрываешь гномика, то за него можно получить ачивку. В конце раунда, конечно же. Я смогла это сделать только на самом лёгком уровне. Потому что на сложном гномик очень мешает, с ним нужно бежать целый уровень. Ну, два. Сейчас не а гномик, а Чомски. Ааа, чёрт. Чёрт. Так, нет. Да вот эта вот хрень очень быстро убирается, я не успеваю сообразить. Ой, всё, мне надоело стрелять. Знаете, больше не будем. Вы очень хороший стрелок. Должен сказать, вы гораздо лучше почти всех, кого я тут видел. Конечно. Это, что вы хотите, это моя огневая мощь. Ну, например, что именно тогда произошло? Парень по фамилии Кирстон мирно закупался в местном супермаркете. Когда он был в отделе кухонных принадлежностей, кто-то схватил нож и зарезал его. Связь. Он знал свою жертву? Нет, по крайней мере, следствие это установить не удалось. Вероятно, это был приступ безумия. Убийца нашли? Он никуда не уходил. Когда его нашли, он сидел на полу возле тела жертвы, будто ждал нас. У него было такое отрешённое выражение лица. Да, уж это не то, что Лука сразу быстренько сообразил. А в деле было ещё что-то интересное? Да, ещё кое-что. Убийца вырезал ножом у себя на запястьях какие-то символы. Выглядели они очень странно. То ли змея, то ли ящерица. Может, он просто психанул, взял и слетел с катушек. Некоторые люди как бомбы с часовым механизмом. Я так и думал, пока не прочитал отчёт патологоанатома. Каждый удар ножа точно перерезал артерию, ведущую к сердцу. Удары были такие. Прям как в нашем случае. Я хочу сказать, у парня был один шанс. А, ну мы, в принципе, поэтому сюда и пришли, потому что случай похож на тот же самый. В 90-х, который был. Опять стреляется. Блин, это же долго и нудно. Ё-мо-я. Что за чисто коповское было правне. Поговорил, пострелял, поговорил, пострелял. Кстати, ни разу в жизни не играл в пейнбол. Что-то вдруг вспомнилось. Надо как-то этим... Ой, случайно. Надо как-то этим заняться. Говорят, клёвая штука. Ну, если правда пейнбол, а не страйбол. Я знаю, щекать страйбол. Там вроде типа железными шариками играешь. Тики-синяки намного больнее остаются и всё такое. Я, кстати, да, в Сирии очень даже неплохо стреляю. Потому что, когда мы как-то раз ездили на море, ну, у меня, как обычно, не было никакого молодого человека. И я вообще с этим очень туго. Не из-за того, что, конечно же, там страшно. Не из-за того, а просто мне не хочется строить отношения с теми, кто-то не понимает моих увлечений. Так вот. Факт в том, что пришлось мне самой себе выигрывать огромного медведя в тире. И это было нереально круто. Потому что я, конечно же, его выиграла. И сейчас у меня на диване сидит большой-большой коричневый енот, как потом оказалось. То, что хвост у него полосатый, а не медведь. Но я обожаю его. Он такой огромный, что, когда его обнимаешь, можно даже не пользоваться одеялом. Он греет тебя. А греет еще и то, что ты сама себе и ты сделала сама. Отлично стреляете. Да у вас это от природы? Ну да. Так, расследование. Но вы же не бросили на этом свое расследование? Нет, это дело меня заинтриговало. Какой же у него был мотив совершить такой поступок? Я перерыл горы материала и практически случайно узнал, что это не первый подобный случай. Были и другие идентичные убийства. То есть, когда убийца действовал так же бессмысленно, а потом впадал в ступор? Точно. Тремя неделями раньше на другом краю города была еще одна жертва. Прямо посреди улицы, без всякого мотива. Затем я нашел третье дело, которое было еще раньше. Затем еще и еще. Не, честно, мы же глубоко так в историю пошли. Копнулся как надо. Я не знаю, так, убийца, аресты. Арест. И во всех случаях виновного арестовывали? Нет. Они либо совершали самоубийство до нашего приезда, либо слетали с катушек. Но каждый раз удары были одинаковые. Жертвы всегда с невероятной точностью перерезали артерии. Затем убийца вырезал себе змей на запястьях. Ну, файл Кирстена. А ваше расследование убийства в магазине? Оно к чему-нибудь привело? Бросайте это дело, детектив. Это не просто убийство. За ним кроется что-то очень странное. Похоже, нужно открывать новое дело. Да. Так все всегда и начинается в фильмах ужасов. Кто-то не хочет отступать, кто-то кому-то говорит, не стоит этого делать. И... Дом Агаты, дворик учас. Ну, это дом Агаты, конечно. Дом Агаты. Нет, где он идем? Блин, я так люблю, когда снег идет, когда снега падаешь и терпеть не могу лету. Скорее, уже зима научилась. Ой, господи, началась. Никто не открывает, да? Чума. Если в доме открыта дверь, значит, что-то не так. Тут есть кто? Да. Тебе никто не открыл дверь, именно потому что здесь... Карточку. О, да, детка. Старая дровяная плита. Хм, кофейник еще горячий. Ну, тогда мы выпьем кофе. Че ж нам теряется? Кружечки. Где-то должны быть кружечки. Кружечки. Может быть здесь? Мм, на полках старая посуда. Ясно. Толку от тебя никакого, чувак. Кстати, насчет карточек. Я тут недавно поняла, что можно на них купить. На них можно купить всякие ролики, которые я, возможно, вам покажу в конце прохождения Фаренгейта. Эти вороны сидят в клетках? Вороны? Вороны. Значит, Агата следила за тобой через этих ворон. Вот оно что. Помните ведь, когда в начале игры мы убивали какого-то мужичка, сидела и разглядывала нас ворона. И потом еще в доме Лукаса ворона прилетела на перила. Что-то такое, припоминаете ли, да? Подсвечники, колдовская книга, жуткая атмосфера. Да. Агата не из тех старушек, что смотрят. Мой Варли Хилл. Что это такое? Чучело ворона. Это, наверное, тот самый, который не смог нас разоблачить. Он прилетел к Агате, и она сделала из него чуть-чуть. Ой-ой. Ой-ой-ой. Кто это? Маркус, представь. Меня зовут Лукас Кейн. У меня проблема, и мне нужно ее обсудить. Проблема. А у кого в нашем мире нет проблем? Ну, по крайней мере, мало кто в нашем мире убивает очкастых дяденек в туалетах. И то хорошо, хочу вам сказать. Нет, нет, не приближайся к ней. Бери руку. Ну, Лукас. Не стоит так рисковать. Видеть можно и без глаз. Эта бабулька очень странная. Что-то хреначит тебе полруки. Добрый юноша. Отвези меня к моим птицам. Там нам будет удобнее разговаривать. К птицам. Это очень странно. Не ухаживает никто за старушкой даже. А вот если бы Лукас не пришел, кто бы отвел ее к птицам? Никто? Ого. Вот тут двигается колясочка. Ну ладно. А как она ест сама, если ты мне не ухаживаешь? Я уж молчу про душ и прочую ересь. Кстати, я не наблюдала здесь ванной комнаты. Может быть, она просто в спальне где-то? Ну да ладно. В принципе, ты сейчас не особо должна умолваться. Птица уникальное создание. Она может провести всю жизнь, сидя в клетке. И все равно она будет петь. Ага, особенно вороны. Так поют прелестно. Прям слушают. Слушала бы и слушала бы сутками. Ой. Одержим. Я убил человека. Я как будто был одержим. Я видел, как все происходило, но не мог себя контролировать. Для меня в этой истории нет ничего удивительного. Тебе не приходило в голову, что ты мог просто сойти с ума? Нет, я беден. У меня было видение, в котором другой человек двигался так же, как я. И еще я видел девочку, которая звала меня на помощь. В буфете лежит мешочек с семенами. Почему ты это, старуха? Покорми моих пташек, хорошо? Конечно. Мы пришли сюда расследовать убийство, но почему бы нам не покормить птиц? Конечно. О, вот, с первого раза корм нашла. Ворон кормить еще зачем-то. Упусти их на улицу, они полазят по помойкам, и пользы будет гораздо больше. Они найдут там всяких чумных крыс. Может быть даже не вернутся к тебе больше. И никого не нужно будет просить. Вообще, Лукас так сует руку прям в клетку. Я не знаю, я бы не стала этого делать. Вполне опасно. Затем. Все-таки это ворон. Так, ощущения. У тебя не было с тех пор каких-то странных ощущений. Тебя не посещали странные сны или видения? Да. У меня видения. Как будто сама реальность искривляется. Становится ужасной. Ты можешь сказать, с чем связаны твои видения? Может это знак, символ или слово? Когда я пришел в себя, то увидел, что у меня на запястьях вырезан на зоне этот символ. Показываешь, она же слепая. Вообще, и ты в бинтах. Как она через бинты поняла, что это змея? А, ну, наш тип поясновидящаяся фигня. Пророками вдруг прозрела. Бывает-бывает. Случается. Что это значит? Я смогу сказать наверняка только в одном случае. Отвези меня в гостиную. Отвези ее к птицам. Отвези ее в гостиную. Так, еще это. Помой меня, внучок, пожалуйста. 20 лет уже к душу не подсоединялась. Пожалуйста. Вот это будет беда. Жалко, что он не может бегать с коляски. Нет, я лихую. Свечи лежат в одном из ящиков. Возьми их и поставь подсвечники. На кухне должны быть спички. Найди их и зажги свечи. Блин. Что такое? Найди свечки. Давайте нижний открою. В нижних ящиках всегда очень много всего. Ну, конечно же. Ай. Носочки. Ну да. Лукас, знаешь, что я хочу тебе сказать? Свечки можно вставлять. Просто протягиваю руку от одного угла в другой. Не обязательно ходить. Вопрог стола. Ладно. Пошли за спичками. Под глупые люди. Смотрите, я им сказала, не надо мне писать. Пожалуйста. Я уже везде недоступность поставила. Нет. Они продолжают. Идем по кайфу. Я понимаю, что это вообще дельно, что ты предлагали. Типа вот там, поставьте свечки. Зажгите. Так нет же. Пишут какую-нибудь ерунду. Недавно знаете, какое предложение мне поступило? Девушка, а вам, говорит, раб не нужен? Ну да, в принципе. Я, правда, отказалась, к сожалению. Все было бы так просто в нашей жизни, если бы у каждого было. Так, что это? Зажигай. Нет, не подумайте, не по рабу, если бы наша с каждой жизнью была там. Большой дом, прислуга. Это так клево. Ничего делать не надо. Не нужно ходить и зажигать свечки. Не нужно искать спички. Щелкну пальцы, все сделаем. Еды приготовим. Кровать застелили. Ненавижу стоять под одеяльник. Так, ну что, пришло время разговаривать с агатой? Все почти готово. Выключи свет, задерни шторы и садись рядом с собой. Боже мой. Найди гнома, накорми его радугой. Сколько еще будет непонятных заданий? Мне кажется, она еще нам заставит нас пылесосить и выцелать ей пыль. Раз уж ты пришел, типа того, да? Давай уж. Сделать свое грязное дело. Но выключатель вроде был где-то в начале... Ага, вот он. Потряс. Правда, у нас, по-моему, не горел этот свет. Ну... Что, Агата? Единственный способ понять, что с тобой случилось, попытаться проникнуть в твою бессознательную память. Тот, кто заставил тебя совершить это убийство, стер себя из твоей памяти. Но в подсознании должен был остаться след. И я могу помочь тебе его найти. Это утомительная церемония. Она всегда сопряжена с риском. Ты хочешь попробовать или нет? Да. Давай, Локус. Хорошо. Молодец. Дай мне свои руки. Какой же он красивый. А теперь закрой глаза. Я хочу, чтобы ты очистил свой разум. Открыл свое подсознание. Я сейчас не очень буду много говорить. И дал мне туда проникнуть. Потому что я хочу услышать каждое слово Агата. Мы все еще вместе. Локус, ты еще здесь? Да. Я хочу, чтобы ты вернулся в закусочную перед тем, как все началось. Отбрось все лишние мысли и двигайся свободно по своим воспоминаниям. Где ты, Локус? Я стою в закусочной. Я хочу, чтобы ты вошел в закусочную. Просто, если перебивать Агату, то, мне кажется, я очень многое упущу. Так как, за твоими словами, я не слышу часть их речи. Что ты видишь? Я вижу посетителей и официантку. Кстати, нет этого очкарик, который сидел в столе. Ты видишь столик, за которым сидел? Я смотрю. Здесь полицейский. Он сидит за стойкой. Сосредоточься, Локус. Перш, Мартин. Свой чувак. Своему столику. Где дядь Квачков, то я не помню. За ним никого нет. Ты еще не пришел и не сел за него? Нет, пришел. Моя еда уже стоит на столе. По-моему, тогда я его убил. Сохраняй спокойствие, Локус. Скажи, где именно ты находишься? Я, я в уборной. Там есть другой человек. Что он делает? Он мочится. Он ничего не подозревает. А ты... Нормально такое объяснение бабульке. Что он делает? Что происходит там, разумеет? Ну там это, чувак мочит. Стоит. Я сжимаю в руке нож. Он меня не видит. Успокойся, Локус. Сохраняй концентрацию. Я... Я не контролирую себя. Я... Подхожу к мужчине сзади. Он меня не видит. Я не хочу. Я... Не... Не хочу. Но я не могу остановиться. Я хочу, чтобы ты снова вошел в закусочную. Но теперь это будет до того, как ты пошел в туалет. Ты понял, Лукас? До того. Где ты теперь? Я снова в зале закусочной. Ну, Лукас, Лукас, что за ростерый на голос? Ты сидишь за своим столиком? Ага, ты сейчас все под контролем держишь. Я себя вижу. Лукас, что ты делаешь? Я ем. Я ем и читаю книгу. Книгу? Это можно было вспомнить и без помощи Агаты. Насколько я помню, это ты не забыл. Буря. Что еще ты видишь? Я говорил уже, что подневолил меня тиран. Колдун. Он у меня обманывал жбою, отнял остров. Что ты говоришь? Это отрывок из Буря Шекспера. Отрывок из четвертого ассасина. Блэк Флэк. И тупость. Наконец-то кнопочки стали обыстряются, а то я уже замучилась. Так, неудея не нажимать. Наверное, я не вижу его лица. Что он тебе говорит? Я... я не знаю, я не помню. Сосредоточься, Лукас, ты должен вспомнить. Это одна из моих любимых книг. Жаль, что сейчас так редко читают Шекспера. Вы не против, если я к вам ненадолго подсяду? А, я это... Мужчина сел за мой столик. И теперь к нам идет официантка. Сэр? Кофе, пожалуйста. Официантка? Она его как будто не видит. Будто он невидимка. Вот почему официантка сказала, что кофе вроде как никто не заказывал. Особенно про... волшебство. В другой смысле. Что это Лукас был. А что происходит теперь, Лукас? Я... я не знаю. Этот человек излучает очень странную энергию. Это сложно описать. Продолжай, Лукас. Что было дальше? Вы верите в силу магии? Нет. Нет. Слушайте. Вы ошибаетесь. Знаете, в нашем мире много такого, что нельзя увидеть простым глазом. Ваш кофе, сэр. Спасибо, Кейт. Это кто ответил? Что за третий голос? Десят еще? Доби. Доби, это ты? Официантка принесла ему кофе. Но говорила она со мной, как будто его заказал я. Она не знает, что он здесь. Она его не видит. А что происходит теперь? Послушайте, извините, конечно, но я хотел бы поесть один. И парня не ввело в странное сметение то, что чувак перед ним вдруг неожиданно начал читать какие-то древнелатинские заклинания. Он сидит такой внимательно, слушает, да? Что вы говорите? Я бы уже встала и убежала, отдернулась. Где мужчина? Он встал, он вышел. Теперь он у меня в голове, он управляет мною. Иди за мужчиной, Лукас, быстро. Я приказываю тебе идти прямо за ним. Ой, неудача. Ну ладно, ничего страшного. Тебе нужно сконцентрировать. Я просто, извините, решила почесать руку, отдернула я с клавиатурой один разочек. Я не смогла сделать. Я не смогла сделать. Давай начнем сначала. Давай, Агата. Сначала, прямо с самого начала. Он выходит через черный ход. Все окей. Иди за ним. Ваши разумы теперь связаны. Ты видишь то же, что и он. Я думала, что успею почесать руку, но этого не произошло. Все так внезапно и резко. Опять идет мертвяк. Агата, вы же знаете, что это был за человек. Нет. Я не знаю. Я не уверена, кто это. Да, вы знаете, кто он. Вы все поняли еще тогда, когда нащупали шрамы у меня на руках. Агата, что означают эти символы? Скажите, что он со мной сделал. Локас, тебе нужно идти. Я больше не могу для тебя ничего сделать. Вы можете... Да ты берешь. Ты же экстрасенс. Он заставил меня убить. Я хочу знать, мне нужно это знать. Локас, спокойно. Мне нужно кое-что проверить. Сегодня мне больше нечего тебе сказать. Приходи завтра вечером в это же время. Я смогу объяснить больше. Хорошо. Я серьезно поработал над расследованием. Ооо, Тайлер. Как я люблю негров. Этих шуточки. А теперь я просто хочу расслабиться и поиграть в баскетбол. И заодно решить наш с Джеффри спор. Да, они же друг друга там. Кто-то кому-то 200 баксов задолжалось, как я помню. Сыграть. Йоу, Джеффри, клевые шмотки. Так стильно. Ты меня этим вообще доводишь. Тиляга Тайгер. Тот, кто первым наберет 10 очков, выигрывает и получает 200. Точно 200 баксов, как я и говорила. Скажи пока своим денежкам. Посмотрим, поехали. Я готова? У тебя никаких шансов, рыжик. Ха-ха-ха. Пойдет. Насколько я знаю, играют они не в баскетбол, а в стритбол. Это когда игра идет на одно кольцо. Сильно хорошо я в этом, конечно же, не разбираюсь, но... Различия понимаю. Там, по-моему, правило не так уж и сильно различается. Ну, Тайлер не может проиграть. Он же негр. Негры идеально играют в баскетбол, стритбол и прочие ерунды. Ай-е-е. Чем больше я с тобой играю, Джеффри, тем яснее вижу, тебе пора за шашки. Ха-ха-ха. И так, мы с вами в абсолютное мясо раздавили Джеффри. Он проиграл нам 0-10. Ну, что и стоило ожидать. Он проходит защиту, прыгает и забивает. Ха-ха-ха. Джеффри, джентльмены, это лучшая игра дня. Е-е-е. Похлопаем Тайлеру. Йоу, для белого копа ты неплохо мяч гонишь. Ха-ха-ха. А ты неплох, совсем неплох, играть умеешь. Ну, конечно. Наверное, мне надо было сказать, что я играл в колледже. Ха-ха-ха. Ну, а что насчет сотни, то это мы проехали. Две хи, а не сотни. Тайлер, ты просто засранец. Да ладно, зато у нас чаровашка. Так, дальше мы будем играть дома у Карлы. Но на этом наш летсплей на сегодня закончится. И увидимся мы с вами в следующей серии. О-о-о. Интригующий момент, не правда ли? Итак, до новых встреч. С вами была Эва. Оставляйте ваши комментарии. И пожелания.